Здравствуйте! В эфире программа «Город. Новости по Выборски». С вами Людмила Перминова. Смотрите в этом выпуске. На злобу дня. Тарифы на проезд в общественном транспорте рассмотрели депутаты Выборгского района. Остановка без требования. Городские депутаты обсудили на очередном заседании состояние Выборгских лифтов. Нарушителей призвали к ответу. Сотрудники миграционной службы продолжают сплошные проверки в Выборгском районе. Правительство 47-го региона может отказаться от услуг Логазинвеста. Данная компания поставляет сжиженный природный газ в баллонах в населенные пункты региона. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. Чтобы снизить финансовое время для населения в ушедшем году на покрытие межтарифной разницы, областной бюджет выделил 20 миллионов рублей. В 2016-м требуется уже порядка 70 миллионов. Меня не удовлетворяет наше сотрудничество с Логазинвестом. Я буду предлагать профильному зампреду комитета и председателям комитета, в том числе вам, рассмотреть возможность либо создания государственного предприятия в форме безупыточного предприятия, либо акционерного общества, которое будет этим бизнесом заниматься. Глава 47-го региона подчеркнул, настала пора поменять рынок по обслуживанию населения сжиженным газом и сделать его открытым. Администрация Выборгского района прорабатывает вопрос о льготах на проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан. Этот вопрос обсуждался на очередной сессии районного совета депутатов. Парламентарии также рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования в решении о бюджете, утвердили коэффициенты для расчета арендной платы за недвижимость и земельные участки. Сюжет Вероники Когут. Тарифы на проезд в общественном транспорте в Выборгском районе увеличились с 1 февраля. Стоимость проезда по Выборгу теперь составляет 30 рублей, на пригородных маршрутах – 4 рубля за километр. В связи с этим в администрацию и совет депутатов поступило большое количество жалоб от граждан. Как выяснилось, решение было принято на основании заявлений от компаний-перевозчиков. И в настоящее время местными властями прорабатывается вопрос о предоставлении льгот некоторым категориям граждан. Ситуация действительно несколько такая шоковая, но была создана вследствие того, что очень длительное время, порядка трех лет перевозчики к нам систематически обращались за установкой тарифа, но полномочий, к сожалению, полномочий органов местного самоуправления на это не было. В связи с выходом последних двух нормативных актов, двух законов, все за три года накопленные чаяния и беды перевозчиков пришлось решать администрации одномоментно. Внутри администрации мы уже обсуждали этот вопрос. Есть ряд предложений, которые внутри администрации опять же на сегодняшний момент решаются. По снижению времени определенно для отдельных категорий граждан, туда включены и школьники, и принятие решения о возможности субсидирования для этих категорий граждан. Решение пока еще не принято, но в стадии разработки. Граждане, которые по федеральным и областным законам у нас числятся категории нуждающихся в социальной помощи и поддержке, на сегодняшний момент никоим образом не оказались ущемленными из бюджета Ленинградской области, продолжают поступать в полном объеме компенсация перевозчикам за провоз данной категории граждан. Глава Выборгского района Александр Лысов призвал руководителей профильных комитетов принять решение в кратчайшие сроки. Депутатов также интересовали вопросы организации пассажирских перевозок внутри муниципальных образований. Так, например, от Кирпичного до Кирилловского курсирует автобус. Стоимость проезда 35 рублей, хотя расстояние едва ли достигает 5 километров. То есть цена не укладывается даже в вышеуказанные 4 рубля за километр. Руководитель Дорожного комитета пообещал разобраться в ситуации. На очередной сессии депутаты уделили внимание и другим темам. Парламентарии рассмотрели и приняли за основу проект решения о внесении изменений в устав муниципального образования, связанных с изменениями в федеральном законодательстве. В начале марта планируется проведение публичных слушаний по данному вопросу. После поправки будут приняты окончательно. Кроме того, Совет депутатов внес ряд изменений в бюджет Выборгского района. В частности, его доходная и расходная части будут уменьшены на 775 миллионов. Это связано с тем, что с 1 января 2016 года в области вступил в действие областной закон о том, что выплата областных субсидий передается вновь созданному учреждению единый выплатной центр. Тем самым, с наших плеч сняли такое бремя. И это бремя оценивается в 775 миллионов рублей. Александр Булучевский рассказал также о том, куда будут направлены средства из резервного фонда. Деньги выделят на ликвидацию последствий пожара в детском саду номер 22 города Выборга. В новогоднюю ночь в одно из окон на третьем этаже влетела ракета фейерверка. А также на ремонт аварийной системы отопления в гимназии и системы водоснабжения в детском саду номер 16. Районные депутаты обсудили и ход реализации закона о предоставлении гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Со вступления в силу закона в 2009 году в администрацию Выборгского района поступило порядка 2800 заявлений. 827 участков выделено, в том числе 505 многодетным семьям. На очереди остаются 229 семей, имеющих трех и более детей. Мы планируем, я думаю, что в этом году, если не будет большого поступления еще заявлений от многодетных семей, то мы постараемся закрыть вопрос предоставления земельных участков всем многодетным семьям. Совет депутатов рассмотрел также вопрос об установлении коэффициентов, необходимых для расчета арендной платы за земельные участки и недвижимость, находящуюся в муниципальной собственности. Введение коэффициента развития предотвратит ее резкий рост. Для большинства категорий он не превысит уровень инфляции – порядка 12%. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Восстановить объекты культурного наследия и привести в порядок городские лифты. В числе прочих именно эти две темы рассмотрели на очередном заседании депутаты города Выборга. Кроме того, на совещании обсуждали установку коэффициента территориального зонирования и некоторые изменения в расходной части бюджета. Наталья Березовская продолжит. Заседание городских парламентариев началось с приятного момента. Коллеги тепло поздравили с днем рождения Александра Ларичева, Людмилу Митину и Людмилу Клюеву. А затем началось серьезное обсуждение рабочих вопросов. Так, в устав муниципального образования были внесены некоторые изменения. К спортивным мероприятиям, входящим в перечень поддерживаемых депутатами города, был добавлен школьный спорт. В функции муниципалитета войдет отныне не только отлов, но и содержание бродячих собак. А сбор мусора станет раздельным. Эти решения единогласно были приняты за основу. Затем глава Выборгского района Александр Лысов предложил обсудить проблему старения и замены городских лифтов. С докладом по этой теме выступил заместитель главы администрации Дмитрий Самоленко. Он сообщил, что в настоящий момент 97 выборских лифтов уже отработали назначенный срок службы – 25 лет. Им необходимо освидетельствование и по показаниям замена. Стоимость замены одного лифта – порядка 2 миллионов рублей. Кроме того, в домах находятся 17 пустующих лифтовых шахт. Стоимость на сегодняшний день у нас, скажем так, из этого всего сделана и, возможно, будет сделана в ближайшее время. Значит, в 2014 году мы по программе капитального ремонта, которая финансируется за счет средств платы собственников 5 рублей 55 копеек, да, мы все знаем, эта плата введена с мая 2014 года, по программе 2014 года заменено 4 лифта. Два лифта по рубежной – 30, два лифта по Суворовскому – дом – 13. Значит, на 2015 год 12 лифтов включены в какросрочную программу при нашем дополнительном финансировании. Подчеркиваю, при нашем дополнительном финансировании со стороны местного бюджета. Это Приморское шоссе – дом 6, улица Садовая – дом 11, Приморское шоссе – дом 4, Бульвар Кутузова – 33, Морская набережная – 20, Проспект Ленина – 20, Бульвар Кутузова – 9, Комсомольск – 11, Каменный переулок – дом 1, Кубышево – 15, улица Мира – дом 3. Там в одном доме два лифта в Мира – 3. Выбирали, скажем так, худший из худших, да, чтобы не допустить, не дать бы, какой-то чрезвычайной ситуации. На 2016 год намечено заменить еще 6 лифтов. На улице Приморской – 15, Садовой – 11 и один из трех лифтов на Северной – 8. Дальнейшая работа по изысканию средств и подходящих программ продолжается. Главный финансист района Александр Балучевский рассказал депутатам о перераспределении расходной части городского бюджета. Предлагается перераспределить расходы и направить их, следовательно, на следующие цели. 1 миллион 169 тысяч 400 рублей на благоустройство и ландшафтную архитектуру. Это в рамках контракта с комбинатом благоустройства. 900 тысяч рублей на ремонт системы пожаротушения путем замены гидрантов. Это контракт с Выборгским водоканалом. Все документы готовы. 240 тысяч 900 рублей на ремонт муниципального жилищного фонда. А также, что самое главное, наверное, в текущих изменениях, это 8 миллионов 890 тысяч 400 рублей направить на программу по расселению аварийного жилищного фонда в городе Выборге. Тем самым мы полностью закроем потребность на 2016 год. Перед парламентариями выступил также заместитель председателя КУМИК Михаил Кузьмин. Он доложил об утверждении прогнозного плана программы приватизации муниципального имущества и об установлении коэффициента территориального зонирования. Затем помощник главы администрации Выборгского района Инна Климова рассказала о мерах, принимаемых по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в исторической части города. Объекты, находящиеся в федеральной собственности, они финансируются в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Вы знаете, что в 2015 году было объявлено 6 конкурсов на проектирование. В замке Выборгском два объекта «Башня Олафа» и «Крепостный вал», «Костел Геоцинта», «Старый категоральный собор», «Часовая башня», «Башня Ратуши». За исключением двух проектов «Часовая башня», «Башня Ратуши» все проекты сданы, историко-культурные экспертизы выполнены. Опять же, в настоящее время у нас и федеральные органы государственной власти, региональные органы государственной власти, они информацию о своих объектах и о работах, и об экспертизах все вывешивают в свободный доступ. Что касается так называемого исторического квартала Сета-Солберга, в настоящее время ведется масштабная работа с Международным банком реконструкции и развития в рамках программы «Сохранение малых исторических городов и поселений». Этот проект пока готовящийся, он пока не запущенный. Он будет запущен, когда будет принято решение Межведомственной комиссии правительства Российской Федерации, и будут уже подписаны конкретные суммы на каждый город, а там 9 городов-участников, 4 в конкурсе больших инвестиций, 5 в конкурсе малых. Конкретные виды работы, ожидаемые, какие мы получим в конце, и конкретные сроки работ. Все вот эти проекты, они софинансируются, в том числе из муниципального бюджета. Мы писали гарантии софинансирования в рамках наших утвержденных бюджетов программ благоустройства города. Совету депутатов Инна Климова презентовала вариант концепции «Сохранение Выборга», разработанный в 2015 году Центральными научно-реставрационными мастерскими и утвержденный Министерством культуры. Наталья Березовская, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Современные мусорные полигоны появятся в Ленинградской области. До конца года в правительстве разработают концепцию обращения с отходами и определят места под строительство объектов для их размещения. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора региона с депутатами областного парламента. Александр Дрозденко подчеркнул, что свалки старого образца изжили себя. Мы должны определить тарифы по обороту с отходами, порядок оборота с отходами и места, которые будут являться полигонами, лицензированными полигонами для оборота с отходами. В старой схеме привезли, навалили, начиная, так сказать, артутные лампы, заканчивая газовыми плитами, и потом все это бульдозером утрамбовали, засыпали землей. Нам такие полигоны больше не нужны. Комитету экологического надзора предстоит выбрать оператора, который займется вывозом твердых бытовых отходов и определится с тарифами. Вопрос о том, в каких районах могут разместиться современные полигоны, пока не решен. Размер и порядок предоставления субсидий на создание рабочих мест для инвалидов утвержден в Ленинградской области. В этом году максимальная сумма компенсации может составить полмиллиона рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Субсидия предоставляется из областного бюджета и представляет собой компенсирование затрат на создание оборудованных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Ранее этой мерой поддержки могли пользоваться только юридические лица. Теперь в перечень включены также индивидуальные предприниматели и физические лица. Зная, что вот это постановление проходит согласование правительства Ленинградской области, мы с начала года уже начали работать с нашими выборскими работодателями. И основной упор внимания мы обратили на тех работодателей, которые предоставили рабочие места под практику выпускникам мультицентра, то есть молодым людям с ограниченными возможностями. И таких работодателей у нас в Выборгском районе четыре. В принципе, они все успешно прошли эту практику. 12 февраля они сдают экзамены во Всевышевском мультицентре. И я думаю, потом мы начнем уже работу с теми работодателями, которые действительно совершили такое хорошее дело и предоставили возможность для практики людям с ограниченными возможностями. Будем с ними работать с целью дальнейшего трудоустройства их в эти организации. Руководители предприятий, учреждений и организаций, желающих участвовать в программе, могут обращаться в Выборгский центр занятости населения на Куйбышево-4. Выборгский район стал менее привлекательным для трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют итоги работы местного отдела миграционной службы за 2015 год. Чаще всего из нашего района к себе на родину уезжают граждане Украины. Об этом и не только в следующем сюжете. Вы здесь чем занимаетесь? Доски красить. Доски красить? А для чего? Для забора. Это для забора? Да. Из забора доску красить? Все в четвером, да? Да. А давно? Да. Ну сколько? Неделю, месяц? Месяц назад приехали. Маляры, штукатуры, электрики, плотники, строители. Мигранты из стран ближнего зарубежья готовы браться практически за любую работу, которая в России оплачивается выше, чем у них на родине. Плюс ко всему иностранцы весьма неприхотливы. Живут в вагончиках-бытовках, которые служат им одновременно местом для ночлега и приготовления пищи. Потому владельцы загородных домов и руководители строительных фирм охотно берут их на работу, порой закрывая глаза на то, что у мигранта нет документов, разрешающих пребывание и ведение трудовой деятельности на территории России. Как в случае с этими гражданами Узбекистана. Почти год они нелегально живут и работают в поселке Пески – полянского сельского поселения. Всю бригаду сотрудники миграционной службы и участковые полномоченные полиции доставили в выборский отдел УФМС. Теперь их ждет выдворение за пределы страны сроком на 5 лет и штраф размером от 5 до 7 тысяч рублей каждому. Наказание грозит и работодателю. Если речь идет об гражданине Российской Федерации, который привлек для своих целей иностранца, то размер штрафов также составляет от 5 до 7 тысяч рублей. Если это юридические лица, то штрафные санкции от 400 тысяч рублей и более. Самые суровые санкции – это приостановление деятельности и сроки установлены до 90 суток. Многие трудовые мигранты говорят, охотно оформили бы все документы, разрешающие им легально находиться в России. Но на это попросту нет средств. Деньги уходят на оплату проезда до места работы. Иностранный гражданин, получивший патент, он обязан платить 3 тысячи рублей в месяц. Это так называемый налог. Но помимо всего еще оформление определенных документов – это медицинская комиссия, это фотографирование, экзамены на знание русского языка, в том числе. Но обойдется где-то 15-20 тысяч рублей, чтобы оформить разрешительный документ. В минувшем году сотрудниками Выборгского отдела миграционной службы было выявлено около 5 тысяч административных правонарушений, которые совершили как иностранцы, так и россияне. Порядка 600 человек привлечены к ответственности. В их числе и те, кто фиктивно поставил граждан других государств на миграционный учет либо зарегистрировал их по месту жительства. По незаконной регистрации именно иностранных граждан было возбуждено порядка 60 уголовных дел. Как правило, это все речь идет только лишь о массовой постановке на миграционный учет и массовой регистрации. И указание на то, что фактически эти иностранцы не проживают по адресу своей регистрации, либо в том числе граждане России. По итогам прошлого года примерно 1100 мигрантов были выдворены к себе на родину. Несмотря на внушительные цифры, Выборгский район стал менее популярным в качестве места работы у граждан других стран. Так, из 23,5 тысяч иностранцев, прибывших к нам для ведения трудовой деятельности, в течение года уехали обратно 18 тысяч. Большинство из тех, кто покинул страну добровольно, составили украинцы. Хотя и сегодня граждан соседнего государства можно встретить на строительных объектах Выборгского района. Чаще всего в Полянском, Рощинском и Первомайском поселениях. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Невско-Ладожское бассейновое водное управление информирует жителей Выборгского и Приозерского районов о возможной угрозе подтопления территорий, расположенных в низинах. Это связано в первую очередь с увеличением уровня воды в озерной системе Сайма. Специалисты дали рекомендации о том, как действовать во время паводка. Ознакомиться с ними можно на нашем сайте выборг.тв. Транспортный налог в России отменяться не будет. Законопроект не поддержало правительство страны. По расчетам экспертов, если его ликвидировать, бюджет государства недополучит порядка 150 млрд. рублей. А именно из этих средств формируется дорожный фонд. Официальный курс валют на 11 февраля, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 89 рублей 22 копейки, доллар 79 рублей 7 копеек. Выборгские дзюдоисты с успехом покоряют спортивные площадки различных уровней. Так, воспитанница Сергея Плесова, чемпионка мира, мастер спорта России Евгения Кондрашова, выступила на первенстве страны по самбо. И, несмотря на полученную травму, поднялась на третью ступень пьедестала почета. Хотя сама спортсменка результатом осталась не очень довольна. Потому что не прочувствовала борьбу самбо. Со временем привыкаешь терпеть травмы, а какая-то необразованность, некомпетентность в борьбе, ее не забудешь, как боль от травмы. Так что, скорее, причина в этом. Соперники, они ищут твои слабые стороны. А моя слабая сторона как раз таки в том, что я больше дзюдоистка, чем самбистка. И это нужно было учитывать. И внимательнее относиться к таким приемам, которые применяются конкретно в самбо, против таких, как вот я, новичков. Зато уже через два дня в своей основной дисциплине дзюдо, на первенстве Северо-Западного федерального округа, Евгения подтвердила звание одной из лучших спортсменок Ленинградской области, получив золотую награду и путевку на первенство России. Вместе с Кондрашовой, честь Выборгской школы «Фаворит» на соревнованиях защищали еще семь воспитанников. Пять из них стали победителями и призерами. Тренер Сергей Плесов подчеркивает, что только личные правильные амбиции и работоспособность помогают спортсмену покорить вершину спортивного Олимпа. Тренер просто помогает, добиваются они в первую очередь и прилагают усилия, и каждый достигает того, что он хочет. Поэтому задача тренера, как я вижу, просто где-то подтолкнуть своих воспитанников, где-то их направить и просто помочь им достичь того, чего они все запланировали. Добавим на базе ДЮСШ «Фаворит» – дзюдо занимается сегодня порядка 450 юных выборжцев. Многие из них совмещают два вида борьбы – дзюдо и самбо, показывая неоспоримые успехи и в том, и в другом. Самбо является национальным видом спорта, и с нынешнего года борьба включена в нормы ГТО. Первый этап первенства Выборга по лыжным гонкам прошел в Кировских дачах. На старт вышли 76 спортсменов из нашего города и района. Они преодолевали дистанции протяженностью от 1 до 8 километров. В различных возрастных группах победы одержали Ярослав Никанович, Светлана Бабабекова, Дарья Лукошкова, Иван Ползиков, Дмитрий Нагаев, Виктория Ковалева, Егор Белянин. Глава Минтруда Максим Топилин выступил с предложением обязать вузы оплачивать пособия по безработице выпускникам, которые потом не могут трудоустроиться. А как обстоят с этим дела у выпускников Выборгских вузов, спросили мы у посетителей сайта Выборг.тв. Предлагаем и вам принять участие в голосовании. И также ждем ваши истории в нашей группе Выборг.тв в социальных сетях по электронной почте newssobakovuborg.tv или по телефону 26347. А я благодарю вас за внимание. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четверг в Выборге облачные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в нашем городе в дневное время плюс один, плюс два. Ночью на градус прохладнее. Ветер юго-восточный до шести метров в секунду. В Петербурге переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем плюс три, плюс четыре. Ночью плюс один, плюс два градуса. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. В Апенрансе облачно, снег с дождем. Днем плюс один, плюс два градуса. Ночью около нуля. Ветер южный до пяти метров в секунду. В Хельсинки пасмурно и дождливо. Днем в столице Финляндии плюс один, плюс два градуса. Ночью нулевая температура. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»